друзья приветствую вас утренний обзор давайте рассмотрим какие новости происходят какие события и какие движения по российскому фондовому рынку по нефти по золоту по доллару и рублю можно ожидать сегодня с утра и в течение дня давайте начнем с календарика событий что тут у нас такое предполагается сегодня в 1530 базовый индекс розничных продаж сша предполагается что он будет достаточно позитивный пять процентов ну и если розничные продажи не оправдывают ожиданий это может вызвать изрядный коррекционный откат далее следом число первичных заявок на получение пособий по безработице но эта величина достаточно волатильная и она каждый раз меняется порой весьма непредсказуемо потому что здесь накапливается ряд факторов которые могут в ту или иную сторону двигать например ухудшается экономическая ситуация и соответственно большинство людей кто до этого не заявлял они начинают с этими заявками выходить почему может локально ухудшаться экономическая ситуация вроде америка восстанавливается экономика бурно растет и так далее и тому подобное дело в том что все движение потока капитала и различных процессов в экономике она происходит неравномерно есть отрасли которые наоборот начинают процветать и расти есть отрасли которые схлопываются но если верить вчерашнему выступлению пауэлла то все должно быть хорошо и первичные заявки по безработице должны выйти ниже 700 тысяч посмотрим насколько он вчера говорил правду о медленном но неотступном восстановление американской экономики сегодня достаточно большой объем статистики по сша но вот ключевые индексы это то что связано с розничными продажами первичные заявки по безработице ну еще есть такая штука индекс производства активности от фрб филадельфии вот но все таки я думаю в наибольшей степени внимание будет приковано именно к этим двум величинам с учетом того что рынке находится на хаях это может вызвать определенное движение вниз ну и вчера вы нас по нефти который произошел он был обусловлен не только тем что вышли значительно порезанные запасы по нефти он был обусловлен позитивными прогнозами в части потребления нефти а также прогнозом связанным с тем что ураганная активность сезон урагана в соединенных штатах в этом году будет более активен чем в среднем так друзья дали то что касается новостной повестки по соединенным штатам опять тема санкции обостряется но здесь все время весьма вероятно будут качели действительно когда серьезные меры могут быть предприняты со стороны соединенных штатов я полагаю это первая дата начала середина июня текущего года до этого все и будет скорее всего в таком режиме происходить что-то заявили что вот вот будут введены санкции за solar wind за вмешательство выборы и потом тут же звонок другу все хорошо окей давай встречаться договариваться ну все развивается волнами все движется сначала образуется накал потом идет откат и таким образом рынке я думаю будут пульсировать до июня вот в июне наверно что-то произойдет что-то произойдет потому что там будет встреча между соединенными штатами и европой на который будет плотно обсуждаться что делать с россией и июнь такой месяц когда волей-неволей принимаются определенные политические решения в соединенных штатах вчера была дата умер великий аферист берни мэдов ему удалось вводить но буквально там тысячи десятки тысяч людей по всему миру за нос он предлагал инвестиционные услуги при этом он точно не раскрывал каким образом какими инвестициями он занимается на самом деле просто строил финансовую пирамиду и тут же в общем то следующее событие что сингапурский трейдер выманил почти миллиард долларов у инвесторов для торговли несуществующими товарными активами но всегда когда идет такое движение бурный рост активная торговля возникают периодически либо какие-то ошибки как мы видели с американским фондом который лопнул либо просто откровенное мошенничество когда на пике ажиотажа у людей выманивают деньги ну и соответственно берни мэдов это икона такого образа действий недобросовестного построения схемы пункта финансовой пирамиды но если бы бумберг знал более или менее историю экономики россии современном бы еще указал ммм потому что ммм и мэдов это практически один в один и всех людей которые стоят во главе реализации подобных мероприятий их объединяет социопатия и огромная жажда наживы причем любым способом потому что про мэдов а ходили слухи потом в общем-то это 100 как проверенной информации что он не брезгал даже тем что в общем-то изымал средства различных благотворительных фондов но что касается китая здесь на повестке дня стоит решение китайских властей по поводу проблемного банка фонда хуарок здесь как раз очень явно всплыли все проблемы связанные с кредитованием в китае как это реализуется как обходит ограничительные запретные меры и что происходит с денежными потоками которые берут на развитие инфраструктуры куда они дальше распределяются и в каком виде это все выдается и используется ну конечно с облигациями данной компании просто ахтом в полнейшее происходит и в общем-то эта компания те проблемы которые возникли это всего лишь одно из отражений того что происходит в китайской экономике в ее сфере кредитования вот и поэтому на самом деле даже если связи с этой компанией не произойдет какого-то глобального обвала она очень хорошо показывать те процессы скрытые на самом деле которые происходят в китайской экономике и к чему это в самое ближайшее время очень вероятно приведет я думаю что здесь развязка будет неизбежной так но вчера прямо чудесные дела происходили с размещением фс первый утром днем которые было размещение на 170 миллиардов рублей аж разместили это очень мощно и второй транш размещения на 213 миллиардов рублей это вообще просто огромные средства огромные потоки но здесь есть два момента первый момент заключается в том что начали печатать деньги соответственно идут эти действия с облигациями и второй момент который наверное даже играет не меньшую роль а возможно и больше связан с тем что в начале квартала решает вопрос с размещением фс а дальше уже концу квартала там понемножку добавляют либо вообще не проводит аукционы ну мы такое движение уже наблюдали сейчас начало второго квартала и поэтому стремятся по максимуму решить этот вопрос ну и мы с вами видим к чему такое движение в фазе она про приз к чему она приводит в курсе рубля сейчас мы посмотрим детально графики давайте еще взглянем что с позициям на фарсе мвб так вот фьючерс на индекс ртс здесь у юриков ставка на рост фьючерса сегодня ну и на самом деле такое мощнейшее размещение у фс она как допинг и для рубля и ради для российского фондового рынка так далее сбербанк но судя по изменению позиций во фьючерсах у юриков здесь ожидают отскок и рост сбербанка но здесь наверно все таки речь идет большей степени о том что по движение которое началось оно продолжится продолжится до верхней границы конституции так а вот по газпрому иная ситуация здесь ставка на то что газпром будет проседать норильский никель здесь тоже ставка на коррекционный откат далее сишка доллар рубль ставка на то что рубль будет укрепляться но в силу новых грозных заявлений о том что за вмешательство выборы и взломы надо ввести санкции здесь наверное все таки не такой сильный будет не такой сильное движение будет по укреплению рубля и возможно сегодня как раз произойдет разворот того тренда который сложился на этой неделе на укрепление рубля евро рубль а вот здесь ставка на рост евро против рубля евро доллар здесь ставка на продолжение роста евро так далее нефть по нефти по нефти сохраняется ставка на то что нефть будет либо продолжать расти идти на 70 либо будет консолидация на достигнутых значениях здесь есть один момент четверг для нефти 12 часов тире час дня это ключевой момент соответственность нефть может развернуться и хорошенько скорректироваться как раз вот накануне обеда серебро ставка на рост серебра так а вот по золоту продолжение ставка на то что золото будет проседать так ну давайте начнем китайский фондовый рынок сейсай 300 здесь сегодня идет негативная динамика но это негативная динамика она пока не привела к существенному пробитию сильного уровня и весьма вероятно что завтра вот это движение его будут откупать ну а сегодня сегодня конечно это негативное влияние и на российский фондовый рынок и на мировые площадки так далее балтик драй болтается он на локальных хаях и тем самым он разгоняет инфляцию издержек так друзья далее индекс nasdaq давайте взглянем здесь интересная картина дневной таймфрейм интересная картина заключается в том что здесь выполнена цель движения и здесь примечательный момент что если сегодня завтра пойдет пробитие уровня 13750 13700 то здесь может сформироваться откат и цель этого отката будет 13000 но на текущий момент он вполне может консолидироваться в этом диапазоне и все-таки попробовать взять вот это максимальное значение но уже вчерашнее закрытие она говорит о том что шансы такого движения они снижаются так далее снт 500 среди на фьючерс но смотрите здесь ситуация указывает на то что рост все-таки я полагаю себя исчерпал потому что все 4150 дальше нужен какой-то очень мощный позитив для того чтобы тянуть его выше или нужно все-таки сделать откат ну хотя бы в район 4050 4000 просто уже непонятно вообще кто здесь покупает потому что но с моей точки зрения вот все это движение свыше 3950 4000 тут уже но я не знаю там роботы между собой рубятся даже если смотреть объем торгов здесь в общем то видно что уже это движение она идет на издыхание но здесь тоже надо четко понимать что она идет на издыхание но пока деньги закачивают его могут тащить выше и выше хотя с моей точки зрения сейчас вот вчера позавчера уже ситуация она близка критической когда он созрел для того чтобы сходить ну хотя бы в район 4000 так далее индекс доллара но смотрите не хочет он брать ключевой уровень 91 и 5 вот и здесь момент заключается в следующем все-таки какое-то определенное время несколько дней нужно для того чтобы он этот уровень пробил и ушел ниже потому что если такой пробой не возникает то отсюда пойдет движение наверх пока я думаю в большей степени вероятность движения вниз но чем дольше он не пробивает чем дольше он здесь болтается тем выше шанс того что евро перестанет расти так далее викс по виксу вчера собрали стопы и опять же видите вниз его не пускают то есть вот на текущих значениях диапазон 16 618 он в этом диапазоне так и маринуется то есть периодически идет ложный пробой сбор стопов и после этого он возвращается вот в эту область так друзья далее нефть бренд дневной таймфрейм но вчера закрылись прямо ровненько над сильным уровнем 66 25 вот и сегодня если эта позиция будет удержан если не будет коррекционного отката с пробитием 65 и 2 то есть все шансы но если не в пятницу то уже на следующей неделе сходить сначала на счет 9 и 5 потом потестировать вот этот хай здесь риск заключается в том что в четверг с 12 до часу по статистике бывает слом тренда по нефти вот соответственно если эта статистика в данной ситуации срабатывает то мы можем увидеть пробой вот этого значения 65 и 2 и попытка сходить в район 62 и 962 и 7 вот куда то сюда если такое движение состоится и будет торговля в этом диапазоне на протяжении одного двух часов то вот этот рост он сойдет на нет и соответственно нефть будет консолидироваться диапазоне 62 с половиной 65 пять с половиной еще какое то время может быть неделю может быть несколько дней вот но поскольку пошли новости о том что в америке спрогнозировали очень бурный сезон ураганов то весьма вероятно что действительно мы закрепимся сегодня и завтра на сильном уровне и пойдет движение цель которого будет пробить вот этот локальный максимум 71 38 так далее часовой таймфрейм но по часовому таймфрейму мы здесь находимся в консолидации соответственно сейчас отсюда весьма вероятно движение цель которого потестить 66 и 2 66 1 если уровень вообще 66 65 866 будет удержан не будет пробит то вот эта вся консолидации она соберется с духом и пойдет выше уже сегодня либо завтра если все таки здесь будет пробитие она если будет не ложная а настоящее с объемами то мы уйдем консолидироваться вот в эту область которая в районе 64 2 и следующей неделе проведем болтаясь в районе этого значения сейчас я думаю все таки больше вероятность того что если мы не пробиваем уровень до часа сегодняшнего дня вот эта вся проторговка она приведет дальнейшему росту так друзья дали золото юрики российские делают ставку на то что золото пойдет в пол на часовике картина такова что если сейчас с утра будет пробитие 1740 то сегодня состоится движение цель которого будет 1745 и даже 1750 если все таки мы отсюда идем вниз и пробиваем 1731 то золото уйдет собираться с духом в район 1721 и это продлится сегодня завтра если такое здесь сейчас произойдет так друзья дали серебро четырехчасовой таймфрейм здесь вот все попытки разворота по серебру они к успеху не приводили и поэтому сейчас на текущий момент высока вероятность того что будет движение с целью пробить 25 и 6 25 и 7 если этот пробой сейчас сегодня увенчается успехом то по серебру у нас на сегодня цель движения будет 26 и 4 26 и 5 вот сюда в этот диапазон если все таки пробой 25 и 4 25 и 2 возникает вот этого диапазона то мы по серебру уходим торговаться на 24 8 24 85 вот сюда вот к этим значением пока здесь больше факторов указывает на то что даже если сейчас будет небольшой коррекционный откат все равно пойдет движение цель которого будет 26 и 2 26 и 5 так друзья дали евро доллар но здесь попытка разворота и движение вниз здесь есть сильный уровень который 1 целый 1941 если этот уровень в результате коррекционного отката не пробивается то все это придет тому что здесь будет выкупаться вот этот откат который назревает и пойдет движение далее наверх у евро очень много целей наверху очень много в том числе те цели до которых мы не дошли и начали откатываться которые находятся выше 1 целый 25 так но здесь вот одна целая 19 91 к сожалению не пробили если сегодня будет возврат и его домой поможет реализоваться движение цель которого 1 целый 2090 вот если все таки сегодня до боя не будет весьма вероятно мы сегодня уходим тестировать одна целая 1941 одна целая 1935 и пробой этого диапазона евро укатает вот сюда вот в эту область плохо что одна целая 19 91 не пробили это значит что движение уже выдыхается так друзья далее доллар рубль юсд ту муру наше все нашим мантра можно сказать но смотрите здесь сейчас как бы идет движение в консолидации чтобы там не говорили ужас ужас или там после звонка байдену что все как бы все 70 от 68 нет он попал вот в эту расширенную консолидацию нижней границы 75 и 3 верхняя граница 77 35 сейчас что здесь происходит он пытается перейти вот в эту поджатую области закрепиться выше 76 и 2 цены на нефть высокие высокие но байден пальчиком погрозил сказал что ай-яй-яй вы вмешались наши выборы вы на по напали на solar wind вот и поэтому все что здесь идет несмотря на то что юрики сделали ставку на дальнейшее укрепление рубля мы сейчас видим ситуацию когда доллар рубль пытается закрепиться на 76 и 2 если переходить на часовой таймфрейм то здесь картина следующая вот есть уровень 76 35 76 и 4 он возник в результате вот всего этого движения соответственно сейчас ближайший час-два если этот уровень будет пробит то цель движения по рубль-доллар будет находиться на 77 177 35 в этом диапазоне если этот уровень не падет сейчас с утра то мы отсюда откатимся и уйдем консолидироваться в диапазоне 75 75 76 вот сюда вот пока больше факторов указывает на то что это движение произойдет почему ну во первых очень сильные укрепления рубля да то есть точки зрения цен на нефть она совсем не сильно она детская но тем не менее то есть на фоне имеющихся сложностей в экономике геополитической напряженной ситуации это достаточно сильное укрепление и поэтому здесь сейчас пока нефть не ушла к 70 наверное ему дальше укрепляться идти ниже 75 и 3 не дадут вообще в принципе и поэтому рубль-доллар тестирование на пробой 76 4 если пробой сейчас возникает уходим 77 177 35 если не возникает то отсюда пойдет откат и возврат в район 75 и 9 так далее евро рубль так давайте сразу часа вик возьмем так ну и пятиминутку что можно сказать по пятиминутке по пятиминутке можно сказать то что сейчас наиболее вероятно отсюда пойдет движение цель его первой половине дня будет сходить на 91 74 попытаться протестировать пробить вот это значение если здесь будет пробой то мы уйдем выше сейчас посмотрим куда выше вот это движение если сейчас не развивается она не разовьется если происходит коррекционный откат вниз и пробой значение 91 90 целых 95 то в этой ситуации рубль-евро уходит в район 97 98 вот но я думаю сейчас вероятность такого движения она меньше чем вероятность движения на 91 74 так ну и по часовику цель движения евро рубль находится на 92 и 2 ближайшие вот опять же это произойдет если сейчас не будет добить и уровня 91 90 целых 95 так друзья ну далее давайте посмотрим акции сбербанк здесь вчерашняя расстановка сил она общем то действительно если здесь не возникает пробоя то по сбербанку идет коррекционный отскок и целью 291 а может быть и 294 так друзья далее газпром ну смотрите там позитивные новости по дивидендам все как бы отлично все нормально теперь у него возникает один вопрос вот 233 233 с половиной уровень если он не будет пробит то соответственно все вот это движение оно приведет тому что отсюда пойдет ракета цель которого 254 256 если сейчас 233 с половиной будет пробита то он уходит в свою вот этот болото в районе 225 222 так друзья далее лукойл лукойлу сейчас должно произойти движение но не прямо сейчас а вообще у него на ближайшее время цель движения 6320 и вообще по логике вещей ему не мешало бы переписать вот этот максимум 6500 это дневной таймфрейм так на 4 часовом таймфрейме немножко движения не закончилась на 6300 попытка разворота вот и здесь данная попытка разворота она не сработает то есть движение вверх продолжится если не происходит коррекционного отката с пробитием 5940 то есть пока 5940 не пробита все движения вниз будут выкупать и так же он будет идти наверх ну и цель здесь конечно это переписать вот этот максимум 6500 так друзья далее в т.б. смотрите вот по в т.б. дневной таймфрейм беру очень интересная картина закрепиться не закрепиться на 4 и 8 а здесь по сути если будет коррекционный откат с пробитием 4,5 вот этого значения то весь этот рост в т.б. который идет он захлебывается в т.б. уходит консолидироваться на 4,3 с другой стороны если 48 он берет здесь закрепляется дальше не за горами уровень движения 5 и 2 и возможно даже 5 и 7 так друзья ну все основные бумаги если какие вопросы пишите под видео постараюсь ответить хорошего дня успешных торгов удачи и всего наилучшего